всем привет сегодня попробуем немножко реставрировать вот этот пистолет сас макаров видите на затворе ну тут затвор неподвижный короче будем говорить правильно на корпусе такой уставший у нас потертость краски сплав идет здесь у нас это не металл но попытаемся есть у меня вот такая вот штуковина я давно покупал средства для быстрого воронения на некоторых стартовых пистолетов которые также сделаны из плава у меня получалось это операция ну что для начала обезжирим наши детали которые мы попробуем немножко почернить что получится ну вы сейчас это сами все увидите такой уставший немножко образец у меня достался бы ушный естественно но кто-то следит за оружием кто-то следит естественно оружие это оружие но это не оружие это пневматический пистолет говорю это для ютуба подписчики естественно это все знают так ну что обезжирили обезжирил обычным спиртом медицинским вот такая штука так фокус ну что давайте сейчас я камеру чуть чуть ниже опущу вот с такого ракурса будем производить чернение сплава что получится 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 не получится значит не судьба значит надо использовать какие-то другие виде жидкость абсолютно прозрачная вот я наношу на предохранитель надо будет с ним разобраться имитация затворной задержки здесь есть царапки так вот эта часть у нас рекомендуется использовать эту жидкость несколько раз то есть вот смотрите уже уже есть небольшой эффект уже есть небольшой эффект чернение особенно вот на предохранителе так ну что это жидкость теперь у нас должна высохнуть и нанесем потом второй слой так фокус фокус ну что смотрите после первого прохода практически следов царапок нет жидкость отработала достаточно хорошо на сплаве сейчас можно попробовать еще обезжирить и пройдем все вторым вторым слоем подпитать ему более-менее такой красивый вид и так поехали все делаю все делаю в реальном времени чтобы вы видели как она черница вот смотрите и цельная планка целик на глазах становится черным жидкость абсолютно прозрачная хотя в бутылочке она такая какая-то немножко зеленоватого оттенка синеватого так не нашли самые большие царапки ну я считаю что намного лучше будет смотреться из-за того как было поцарапано если бы он был бы так поцарапан равномерно а то там где-то царапка скорее всего где-то тут упал не знаю чего тут царапнули на затворе но хорошенечко пройдемся затвор уже практически весь черный кому не интересно можете перемотать я в реальном времени сделаю никто не сказал что там я краской пользовался что-то там помешал какую-то жижу для чернения не я давно покупал эту штуку на некоторых моделях не покажу потом на таких у меня не получилось ничего то есть вот так вот делаю делаю а все равно остается покрашенная вот эта часть следшая ну скорее всего какой-то сплав разный где-то больше металла добавлено где-то меньше ну эта жидкость рассчитана именно на металл начернение воронения металла есть один из подписчиков мне написал что в россии есть баллистоловская жидкость для воронения но у нас ее почему-то нет я искал как-то не нашел ее может плохо искал если у кого-то есть какие-то предложения кто-то это делает чем-то другим милости прошу напишите в комментариях буду благодарен ну что ждем высыхания и нанесем третий слой как бы видите сама палочка может тут еще и грязь но хотя вот она такая тоже черница я пока доволен результатом я думаю третий слой уже все будет хорошо почернено ну вот есть вот видим следу тут просто краска она слетела сбита ну ждем жидкость высохла я его протер ну что третий слой я думаю хватит лучше уже не получится лучше уже не получится еще раз вот такая жидкость можете загуглить чернил достаточно хорошо следы конечно этих царапок видны по большому счету нужно полностью снять краску эту погрунтовать как я делал сур 16 07 можете посмотреть видео по покраске по грунтовке затвора если интересна эта тема тут тоже можно если ничего такого так вроде получается без заморочек такую вот восстанавливаем пневматический покраску пневматического пистолета Сас Макаров без blowback обязательно сделаю обзор сравнения вот этих двух моделей внешний вид форма пятки и вес будем рассматривать какая модель весит больше какая легче ну где-то так сейчас высыхает и там еще будет один финальный штрих который мне рекомендовал продавец попробуем пистолет высох теперь финальный штрих как мне рекомендовал продавец возьмем вот масло такое и вскроем потом можно подложим не испачкать ничего вот таким спонжиком натираем 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 и получился результат для сама это очень хороший результат вот где-то так пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь задавайте вопросы кому не нравится ставьте дизлайки всем пока